Всем привет ребятки, с вами как всегда Alplay и добро пожаловать на мой канал, где мы продолжаем играть в мобильные игрушки. У нас очередная подборочка. Сегодня мы с вами поиграем в Dark Matter 3D, Muscle Rush, Jumanji, Pixel Rush, Subway Surf, Blob Runner 3D, Giant Rush и в конце сыграем в Join and Clash. Давайте начнем по порядку с игрушечки Dark Matter 3D. Нам нужно будет, ребятки, в данной игрушке проходить эволюцию симбиоза. Начинаем мы с вами играть с черного цвета, потом нам нужно его будет поменять. Вот я поменял, в принципе, на фиолетовый, теперь мне нужно будет подбирать этот симбиоз и также мне нужно будет захватывать других людей. Вот я, в принципе, захватил какого-то качка, сейчас я пока что играю за него, но когда у меня закончится вот этот вот симбиоз, я его отпущу и мне нужно будет захватывать какого-то другого героя. Ну давайте, к примеру, захватим вот эту вот девушку. Итак, вот теперь у нас получается, что уже девушка симбиоз и нам нужно будет дойти до конца. Мы с вами доходим до конца и даже набираем 100%. Отлично, 200$ нам заплатили. Двигаемся дальше, давайте в этот раз играем за черный цвет, выбираем, значит, левую, левое окошко и вот продолжаем опять этот симбиозик собирать. Теперь превращаемся мы с вами в качка и погнали. Нужно будет вот этих вот чувачков как можно больше пораскидывать для того, чтобы заработать больше бонусов. Двигаемся еще дальше. Так, нам нужно, наверное, вот этого еще панка поймать. Панка тоже поймали и вот практически мы с вами уже у финальной черты. Давайте опять девушку еще возьмем. Правда, в этот раз девушка наша будет черная, а не фиолетовая, как в прошлый раз. Ребятки, когда мы с вами пройдем 35 уровень, тогда у нас, по-моему, будет сражение с боссом. Поэтому давайте мы сейчас 34 уровень уже пройдем и потом приступим к 35. У 35 еще тоже пройдем, там сразимся с боссом и приступим к следующей игрушке. Кстати, ребятки, напишите, пожалуйста, в комментариях, кто из вас в эту игрушечку ранее уже играл. Я знаю, что многие ребята играют, но многие еще не играли. Она у нас, по-моему, только на айфонах появилась. Скорее всего, что на андроид ее еще пока что нету. Но я могу ошибаться, если я ошибаюсь, пожалуйста, напишите об этом в комментариях, кто ее уже играл на андроид. Так, хорошо, вот у нас 35 уровень и мы с вами можем выбрать цвет. Выбираем зеленый, к примеру, за него мы с вами еще не играли. И в конце нам нужно будет, как я и говорил, ребятки, уничтожить босса. Так, уничтожаем пока что вот этих вот всех чувачков. Ну, собираем зеленую слизь, которая нам нужна для того, чтобы эволюционировать. И сейчас, нет, пока что еще не сейчас, но там уже в скором будущем мы с вами будем гасить босса. Вон он, видите, ребятки, уже красный чувак нарисованный. Короче, это нам с вами с ним нужно будет сразиться. Так, бьем его сейчас по баррику. А, отлично, ребятки, я думаю, что еще несколько ударчиков и он должен будет пасть. Так, он упал и мы с вами зарабатываем х10. Отлично, вот мы с вами, в принципе, первого босса и уничтожили. Следующая наша игрушечка будет уже мускул раш. Пару миссий я тут уже ранее прошел, друзья, и также открыл уже одного героя. Тут у нас, видите, изначально давалось два героя бесплатных. Я вот открыл уже красного такого чувака, за которого мы с вами и поиграем. Давайте мы с вами сыграем для начала за парня, потом мы с вами сыграем за девушку и в конце сыграем за вот этого красного чувака. Ну что же, погнали. Нам нужно будет подбирать с вами энергетические банки. Нам с вами нужно будет подбирать денежки. И для того, чтобы потом в конце прокачивать параметры. Так, пока что мускулатура растет у нашего чувачка, это хорошо. Значит, мы с вами должны разбить как можно больше стены, как можно больше вот этих вот еще тоже коробок. Нам нужно разбить. А тут у нас будет, ребятки, сейчас армрестлинг. Будем мы пережиматься на руках с нашим противником. И это у нас мишка. Ничего себе. Смотрите, мы с вами будем в этой игрушке пережиматься с мишкой. Ну, мишку мы пережали, потому что нормально прокачали нашего качка. И нам еще предлагают, что, ребятки, нам предлагают открыть три сундучка. Давайте откроем три нижних, посмотрим, что тут выпадет. О, круто, мы с вами подобрали кепочку. Теперь у нас будет еще одна кепка. Так, ну что же, я говорил. Давайте теперь сыграем мы с вами за девушку. И потом сыграем еще за красного парня. Он, кстати, реально очень крутой. Там, я видел, у нас зеленый чувак еще открылся. Так что мы с вами можем в дальнейшем еще и захалкать и поиграть. Пока что поиграем за красного парня. А потом уже в следующий раз, если игрушечка вам понравится, я сыграю за халка. Так, подбираем мы с вами энергетические банки. Мускулатура в этой девушке растет. Отлично, теперь она даже железные двери может снести. И вот она разбивает еще несколько стеночек. До 3-1 мы с вами добрались за эту девушку. Неплохо, в принципе, можно еще прокачать, наверное, нам стенку, чтобы подальше подвинуть. И урон, чтобы побыстрее, сильнее наносить повреждения. Ну и теперь давайте выбираем вот этого красного чела. Смотрите, какой он крутой, правда? У нас тут есть несколько шапок, давайте мы ему шапку, наверное, поменяем. О, прикольная, глядите, давайте мы ему оденем вот такую вот шапку с заячьими ушками. И погнали, подбираем опять энергетические баночки. Нужно нам по максимуму, ребятки, его сделать сильным, чтобы он был красивый, красный, накачанный чувак. О, вот это уже моща. Глядите, какая у него мускулатура крутая, правда же? Сейчас мы с вами из этого парня реально дойдем до конца. И нам нужно будет там, скорее всего, что с кем-то пережаться. Если мы пережмем его или ее, то выиграем. С кем будем пережиматься? Будем пережиматься с каким-то еще темным качком, темнокожим. И мы его, ребятки, тоже пережимаем. Отлично, три раза сыграл и три раза мы с вами, в принципе, победили. Третья игра у нас будет Раннер Джуманджи. Мы тут с вами продолжаем, ребятки, собирать деньги и монетки для того, чтобы открывать вот эту вот полностью карту. Когда эта карта полностью-полностью будет открыта, мы с вами переходим к следующей локации. Давайте мы прокачаем еще частично вот эту вот верхнюю карту. Видите, она у нас уже полностью открыта. А теперь мне нужно будет еще несколько раз прокачать среднюю и один разочек прокачать нижнюю. После чего, ребятки, мы с вами, как я сказал, перейдем в другую локацию. Ладно, погнали. Давайте попробуем заработать хотя бы немножечко денег и выполнить, может, даже одно или два задания. Так, Collect 50 Gold. Мне нужно, ребята, собрать 50 монеток. Если я соберу этих 50 монеток, то задание мое будет первое выполнено. Во-первых, задание выполнено. Во-вторых, еще и монетки соберем. В принципе, неплохое задание. Так, нам нужно вот этих вот чувачков, получается, снизу вот так вот подбивать для того, чтобы они падали. Если мы с вами прямо на них будем бежать, то они нас будут останавливать. Чтобы такого не произошло, нам нужно вот так вот под них просто-напросто прыгать. И все, им будет трындец. Ну что же, первое задание мы с вами выполнили. Сейчас, возможно, параллельно еще кое-какие задания повыполняем. И, как я сказал, попробуем собрать побольше деньжаток. Пока у нас все довольно-таки неплохо складывается. Так, 120 кристалликов я подобрал. Уже 130. Сейчас у нас, наверное, будет уже следующая локация. Мы, кстати, играем с вами за Дуэйна Скалу Джонсона. Кто, ребятки, не знает его, этот чувак из армрестлинга. Так, о, круто, прошли. Прошли вторую локацию. Теперь мы с вами будем дальше двигаться прямо. 180 монеток у нас уже есть. Неплохо. Ребят, по-моему, для того, чтобы прокачать хотя бы... О, кстати, нам еще и кристаллики нужны. Вот эти вот зеленые для того, чтобы открывать карту. Мы с вами один кристаллик уже подобрали. Еще нужно 7 штук подобрать. И тогда наша карта будет открыта. Крутя. Так. О, кстати, ребятки, теперь у меня, видите, нарисовался щит. И я могу вот этого чувака, получается, ударить этим щитом. Я его ударил и уничтожил. А, отлично. Тут у нас уже, ребятки, появились лучники. Нам с вами нужно лучнику было останавливать. Это тоже мы с вами вроде как сделали. И у меня, ребятки, получается практически 300 монеток заработано за этот уровень. Ладненько, давайте, наверное, еще вот этот вот уровень пройдем. И приступим, ребятки, уже к следующей игрушке. Сейчас я, кстати, когда этот уровень пройду, возможно, специально врежусь. Ну, ладно, давайте, ребятки, мы уже с вами не специально, но врезались. Я хочу посмотреть, можно ли нам еще часть карты открыть. Поэтому этот уровень закрываем, а карту открываем. Да, ребятки, у нас с вами есть возможность прокачать частично еще одну карту. Мы с вами за 300 монеток это делаем. И вот видите, у нас, получается, уже серединка прокачана. Нам нужно будет еще два раза ее апнуть. И будет у нас следующая уже локация. Следующая игрушечка у нас будет Pixel Rush. Из многих раннеров мне Pixel Rush нравится практически больше всего. Мне нравится, что вот этот вот чувачок пиксельный, он разлетается, когда мы с вами что-то врезаемся. И потом он может, ребята, опять же собираться. То есть прикольно. Видите, вот часть ножки потерял, потом опять находишь на вот эти вот кубики. И полностью все твое тело восстанавливается. Ну, в принципе, прикольная игрушка, прикольный раннер. Говорю, из тех раннеров, которые вот похожи чем-то на Pixel Rush, мне именно Pixel Rush нравится больше всего. Так, сейчас мы с вами постараемся, ребята, тоже пройти несколько миссий. Не знаю, или получится нам с вами что-то построить. Потому что здесь, когда мы проходим миссии, в конце за эти кубики, которые собираем, можно что-то отстраивать. Но там, например, для того, чтобы отстроить какой-то домик, мне нужно миссий 10 сыграть. Я, если честно, просто не помню, сколько я там и чего уже построил. Если мы там с вами нормально уже отстроили того домика там или какой-то конструкции, то, возможно, и закончим сегодня эту постройку. Так, пару пикселей еще теряем. И вуаля. А, отлично. Подбираем ключик и смотрим. О, круто. Глядите, ребятки, мы с вами гараж как раз построили. Я думал, я сегодня вообще что-нибудь построю или нет. А получилось построить даже гараж целиком. Мы с вами отгрохали. Неплохо. Нужно будет еще несколько ключиков подобрать. И можно будет нам с вами тогда открыть еще сундучок. Нужно как раз-таки в этой игрушке звездочки подбирать, потому что потом за эти звездочки мы с вами сможем выкупать себе вещи. Тут у нас будет шляпы различные нужно будет нам покупать. Кастеты у нас тут есть. И также, ребята, у нас потом в дальнейшем можно будет выкупать сапоги. Ну, это все тоже за вот эти вот монетки, за эти вот звездочки. Поэтому их нужно подбирать как можно больше. И, кстати, параметры тоже мы с вами за эти звездочки и прокачиваем. Давайте, наверное, еще одну тоже миссию тут пройдем с вами по Баррику. Отлично, пока я справился. Ну, вот часть ножек потерял. Опять я их восстановил и опять двигаемся вперед. Хорошо. Подпрыгиваем. Сейчас мы с вами будем неуязвимы. Когда мы с вами вот такой вот черный цвет имеем, это означает, ребятки, что мы с вами неуязвимы и нас никто не сможет уничтожить. Так, подбираем мы опять с вами пиксели. И вуаля, опять проходим дальше. Часть пикселей, конечно же, потеряем, но ничего страшного. Сейчас все равно мы с вами сохраним. 22 звездочки. За этот уровень мы с вами заработали и также заработали еще 3 ключика. Потом, ребятки, можно будет зайти и открыть 3 сундучка. Следующая наша игра будет уже Subway Surf. Произошло здесь у нас масштабное обновление к Хэллоуину. И у меня получилось, ребятки, открыть несколько скинчиков. Ну, вернее, заработать денег и заработать вещей для того, чтобы открыть несколько скинчиков. И теперь, ребят, у меня есть, смотрите, какой прикольный робот. Это, конечно же, не эталон совершенства. Можно будет нам еще собирать ресурсы для того, чтобы открывать новые скины. Но хотя бы что-то. Я раньше постоянно играл за парня только, а теперь у меня есть возможность сыграть и за девушку, и за парня, и за вот этого вот робота. Кстати, ребятки, мы с вами только что подобрали сундучок. Когда проиграем, можно будет посмотреть, что в этом сундучке у нас будет находиться. Я думаю, что, скорее всего, где-то от 300 до 500 монеток нам дадут. А денежки, кстати, нам тут нужны для того, чтобы открывать большинство скинчиков. В этой игрушке, Subway Surf, которая называется, мы с вами можем открывать героев за деньги и можем собирать вещи. Например, если мы с вами... Ой, врезались, ребят, но тут я по-любому бы врезался. Так вот, ребятки, в этой игрушке мы с вами можем собирать деньги и открывать новые скины. Либо, ребятки, мы с вами здесь можем собирать какие-то вещи. И, например, для того, чтобы открыть жабку, там одна прикольная жабка есть, мне нужно собрать 100 магнитофонов. Когда я соберу 100 магнитофонов, вот эту жабку я и открою. Так что, ребятки, то и то мы с вами тут обязаны собрать. Эта игрушка у нас скачана больше одного миллиарда раз, то есть из всех раннеров ее скачали больше всего раз. То есть она является самым популярным раннером, я так понимаю. Даже славно известный раннер, Томбек за золотом, у нас был скачан намного меньше раз. Вот такая вот, ребята, загогулина. Так, давайте мы с вами подберем еще часть денег, наверное, и уже специально во что-то врежемся, потому что я уже, ребятки, в эту игрушку немножечко наигрался. Ладненько, давайте врезаемся, посмотрим, что нам там дали в том сундучке, который мы с вами открыли, получили. И тут у нас, а, тут у нас ключики. Ну, в принципе, тоже неплохо, потом нужно ими будет воспользоваться для того, чтобы продолжить с того места, где мы врезались. Ну и теперь давайте поиграем в Blob Runner 3D. Подбирать в этой игрушке нам с вами нужно будет кристаллики. И в этой игрушке мы с вами должны будем подбирать слизь, вот эту вот желейку. Как раз-таки наш человечек состоит из этой желейки. Мы с вами часть желейки будем терять, когда будем проходить эти уровни. И часть мы с вами будем обратно же восстанавливать, когда будем опять же подбирать данные желейки. О, смотрите, какой у нас получился прикольный желейный человечек. Он у нас практически максимально прокачан. И теперь нам нужно будет добраться, ну, я думаю, ребятки, что до десяточки мы с вами должны будем дотащить. Собираем, собираем все вот эти вот кристаллики. И вуаля, да, мы с вами добрались до десяточки, значит, все кристаллики у нас умножаются. И за этот уровень заработали мы с вами 420 кристалликов. Теперь за эти кристаллики мы с вами можем покупать себе тоже различные скинчики. По-моему, пока что я себе скин не могу прикупить. А, нет, уже могу. Смотрите, у меня уже есть нужное количество денег, поэтому мы с вами можем прикупить скин. К примеру, давайте мы с вами купим вот такой вот золотистый скинчик. И теперь мы, видите, будем играть вот за такого вот золотого парня. Потом за эти вот кристаллики местные мы с вами также можем еще шапочки прикольные себе выкупать. И другие тоже скины можно будет нам с вами за эти вот кристаллики купить. Но это тоже чуточку будет папажей. Собираем мы по максимуму, блин, ребятки Я, походу, сейчас врежусь Ладно, давайте мы хотя бы на Х2 попадем Чтобы хотя бы удвоить кристаллики И у нас их с вами получается 50 штук В конце мы с вами немножко не рассчитали Куда нужно двигаться, и, к сожалению, врезался я Так, собираем тогда вот этот вот слизь И вуаля, проходим мы с вами пока что без особых затруднений Теперь нам нужно, ребятки, вот сюда вот перейти У нас одна ножка осталась Из нашего желейного человечка осталась только одна единственная ножка Но я думаю, что мы с вами сейчас частично его еще восстановим Отличненько, вот он уже стал более-менее не нубовский Ну и не профессиональный скинчик Но, тем не менее, немножечко желейки мы с вами подобрали И давайте хотя бы до пятерочки достанем Все кристаллики умножаются на 5 Итого, ребят, мы с вами будем иметь, по-моему, около, да 150 кристалликов мы за этот уровень с вами заработали Потом кристаллики еще можно будет потратить на покупку новых карт Следующая игрушка у нас будет Гигант Раш Тут, как и в предыдущей игрушке, мы с вами должны будем подбирать тоже кристаллики И потом, ребята, за эти кристаллики мы с вами будем себе выкупать шапки По-моему, скинчики мы тут пока что выкупить с вами не можем за эти гемчики А вот шапок можно купить будет столько, сколько хочешь И, кстати, тоже за кристаллики мы с вами будем прокачивать параметры У предыдущей игрушки Блобранер 3D мы с вами не прокачивали Ни скорость, ни удар, ничего А в этой вот игрушке нам с вами нужно будет за те кристаллики, которые будем мы с вами зарабатывать Это все прокачивать Чем сильнее удар у нас будет, тем дальше мы с вами будем запускать наших противников И тем больше будем собирать кристалликов К примеру, доходим мы с вами до финала, тут мы с вами гасим злого босса и бьем его, он попадает в стенку, разрушает эту стенку, летит дальше и все наши гемчики умножаются на 6 и 8. Походу нам нужно вот эту стенку подвинуть чуть-чуть дальше, потому что она у нас заблокирована на замок, поэтому мы с вами все гемы какие есть, давайте выкачаем стенку. Теперь, когда мы с вами дойдем до конца, уничтожим босса гиганта, скорее всего, что количество наших гемчиков увеличится уже чуть-чуть побольше. Так, подбираем цвет оранжевый и еще нам нужно будет разбить вот эту вот стену, стену тоже разбиваем, цвет у нас продолжает быть оранжевым, а тут он уже поменяется на желтый, поэтому нужно подбирать желтые скинчики. Ну что же, неплохо, правда же? Как я и сказал, эта игрушка похожа немножечко на Blob Runner 3D, но только, ребята, кое-что и меняется. А, да, кстати, тут, ребята, в данной игрушке, ну, возможно, вот как раз-таки на 10-м, на следующем уровне, мы с вами еще сражаемся с боссами, не вот с таким вот простым боссом, а реально с гигантным боссом, и нам нужно будет его уничтожить, победить, короче. Сейчас я постараюсь прокачать еще частично стену, видите, стена чуть подвинулась, но мы с вами все равно можем ее побольше прокачать. Еще чуть-чуточку кристалликов зарабатываем, давайте реально полностью все к стену нашу качаем, отлично. Вот у нас 10 уровень, это сражение с боссом, в финале мы должны будем с вами победить босса, если это получится у нас делать, зарабатываем мы с вами еще больше гемов. Так, тут много ловушек, пока что мы обходимся, справляемся с этим заданием, тут у нас опять, ребята, кристаллики подбираем, и нет, пока что не вижу я еще босса, но вот где-то вот уже будет, по-моему, босс сейчас, ключик подобрали и все-все гемчики. Да, вот у нас, ребятки, сражение с боссом, а нет, опять не это сражение с боссом, короче, наверное, где-то на уровне тогда 15-м у нас будет злой и здоровенный гигант, нам нужно будет с ним сражаться, бить его кулаками несколько раз, после чего он будет как раз-таки погибать. Ну да, наверное, мы где-то на уровне 15-м все-таки с ним уже и сразимся. Ладненько, следующая игрушка и последняя будет у нас Join and Clash. Сперва давайте мы с вами прокачаем урон, так как у нас немножечко уже есть денежек, и давайте посмотрим, что у нас тут за бонусы. Нам с вами дали бесплатный скинчик, ну что же, круто. Также давайте мы с вами соберем денежки, которые нам уже накапали, и попробуем разрушить вражескую базу. Еще у нас тут чуть-чуточку капнуло денег, можно опять прокачать параметры. Давайте опять прокачаем урон, и погнали. Нам нужно в данной игрушке подбирать вот такую вот нашу армию, подбирать вот этих вот человечков. Чем большую армию мы с вами соберем, тем проще нам будет, тем проще нам с вами можно будет уничтожить в конце вражеские войска. Так, армия у нас довольно-таки большая уже, ребятки, я думаю, что мы с вами реально тут победим, и вот нам нужно будет в конце, ребятки, уничтожить вот этого вот мага, которого я думаю, что мы с вами должны будем завалить. Да, мои человечки его завалили, и, соответственно, приносят мне долгожданную победу. Ребятки, если вам понравились сегодняшние игрушки, если понравился сегодняшний ролик, поставьте, пожалуйста, лайк, я вам буду очень-очень благодарен. А также, кто еще не подписался на мой канал, подписывайтесь и нажимайте на колокольчик. С вами был, как всегда, Allplay, всем удачки, всем пока!